здравствуйте на канале это он тв программа разбора полетов сегодня виду я михаил горин со мной в студии журналист первого радио павел маргулян здравствуйте и политолог александр цинкер здравствуйте депутат одного из горсоветов центра страны в израиле предложил чтобы на местные пляжи не допускались арабы он правда не уточнил какие арабы израильские или палестинские с территории но вот вот так он решил отреагировать на кошмарный случай который произошел в израиле как известно на все на севере страны поселение кириат арба была убита 13-летняя израильская девочка 17-летний палестинский на север около хеврона прошу прощения да вот один человек охранник при этом еще был ранен и вот так депутат решил отреагировать сказав что вот опасность исходит от всех арабов и вот зная настроение местного населения он считает что пора вот принимать такие кардинальные меры вот у меня сразу первый вопрос к вам господа надо принимать такие меры конечно не надо принимать но а почему извините перебью а вот он говорит опасность исходит от каждого от 17 летнего подростка арабского от еще кого-то вот не знают кто вытащит какая десятилетняя девочка вытащить ножницы и ударит ну потому что наше государство все-таки на сегодняшний день строится на других принципах и поэтому по его мнению опасность исходит от каждого я не считаю что опасность исходит от каждого смотрите это решение можно провести в жизнь на законодательном уровне но она не пройдет естественно жизни к на этому то есть любой человек который там на пляж придет араб подаст в суд и суд его оправдает и заплатит заплатить ему заставить заплатить ему компенсацию за нарушение его прав но что потому что это противоречит нашим основным законам скажем так у нас убивать по закону не убивают сажают в тюрьму вообще-то у нас и дают пожизненные заключения но можно понять настроение в обществе когда происходят такие жесточайшие убийства когда убивают во сне 13 лет не девочка-подростка предложения могут быть любые но как мне кажется наша задача в этом в такой атмосфере сохранять их однокровие действовать по закону я вот всегда был за это потому что это будет главная победа террористов когда мы съедем с катушек скажем так и начнем принимать вот такие законы они этого они пытаются опустить нас на их уровень чтобы действовали как страна террористы чего и надеюсь израиль никогда не случится это же не первое такое предложение помните по моему полгода назад когда был после очередного теракта мэр шхелонов запретил на стройках в своем городе арабских рабочих до этого были другие предложения когда паша сказала это действовать по закону вот тут два слова причем каждая очень много весит действовать я был об этом поговорим в основном все эти реакции происходит от того что такое ощущение что наше руководство страны действуют в виде ответных реакций то есть не не инициатива идет не от руководства израиля по безопасности по решению каких-то вопросов а каждый раз приходится реагировать вот там на хамас строить туннели вот казалось бы закончилась операция в мир тихо мирно они строят туннели сидят думает вот строит у меня наверное не строят потом смотрят не действительно строят надо что-то делать думали думали сейчас я знаю строят подземную стенку чуть ли не 50 метров в глубину пока еще только предложено будем говорить так есть люди которые уже там работают этим занимаются непосредственно копают не руководят наверху а приспосидят и работают это с одной стороны значит другое предложение повод не впускать например на работу палестинцев на каком-то этапе делается сегер так называемое закрытие блокада через какое-то время походят не ну ладно пусть едут и так далее так далее то же самое с турцией например я не знаю будем мы говорить про турцию мы дойдем до этого значит вели вели переговоры в конце концов турция с инициативой более активно вышла в конце концов мы приняли что они хотели в общем-то по турции каждый раз израиль реагирует на какие-то проявления террора значит неподчинение принятие каких-то непопулярных у них законов против нас мы никогда не работаем почему-то напережение казалось бы мы всегда говорим единственная демократия на ближнем востоке высоко развитое государство я не думаю что чем выше поднимается по ступеням израильтянин у него происходит такое так называется отупление что как бы страна вот такая развитая руководят люди которые конкретно никаких предложений по решению этих всех конфликтов не не делается и у нас нет никаких гарантий к сожалению что завтра такое может произойти в каком-то другом месте в принципе саша поднял проблему которые мы здесь часто говорили после каждого как у нас принято бить резонансного теракта хотя я не понимаю что резонансный теракт это что должно быть сейчас все пишут о том что несчастная девочка она погибла во сне ну больно ведь а если бы она погибла не во сне это что было бы именно это бы это было бы лучше не но тут больше говорят что ребенок который никакого отношения к оккупации если можно говорить как палестинцы говорят не имеет это что борьба с оккупантами но дело даже не в этом после каждого такого теракта наши политики глава правительства вот сегодня выступал глава правительства он сказал что это должно потрясти весь мир это не потрясет весь мир потому что только что в этот же день в стамбуле погибло 42 человека в теракте это не потрясло весь мир в этот же день в афганистане были взорваны 42 человека если никак я не считаю мелких терактов там по 10-15 человек в других странах других государствах которые просто вообще ушли на задворки новостей конечно не потрясет весь мир и более того наверное это не так легко сказать но это и не потрясет израиль потому что мы если так можно выразиться привыкли у нас было уже много подобных терактов когда убивали родители с детьми младьямах и так далее младенцев убивали мы это знаем и знаем с кем мы имеем дело и какими методами наши соседи борются за свою независимость скажем так но я согласен с александром в том что есть два примера фактических работы а точнее бездействия нашего правительства эти примеры были опубликованы в пресс-релизе канцелярии премьеры который состоялся по воскресенье в начале этой недели было заявлено когда утверждали соглашение с турцией вот это заседание которое продолжалось там четыре с половиной часа соглашение с турцией которые утвердили в конце концов в кабинете там в этом пресс-релизе написано два пункта два таких айтема есть два абзаца первое что создается на постоянной основе комиссия которой будет заниматься проблемой возвращения тел погибших наших солдат и второй пункт создается а правительство собирается рассмотреть выводы комиссии шамгара по поводу того что делать в случае сделки по обмену с хамасом я хочу напомнить что солдаты наши погибли два года тому назад в операции цукетан а сделал заключение комиссии шамгара были в январе по-моему двенадцатого то есть четыре с половиной года с тех пор прошло и наше правительство только из-за того что сейчас началась компания родителей и родственников от родителей погибших солдат и родственников вот этих двух наших граждан которые находятся в секторе газа на правительство начали давить и они приняли решение как-то реагировать совершенно правильно лишь реагирует никаких инициатив нет вот к сожалению надо это отмечать то есть у нас это извините меня с головы начинается вот это все мы тут приходим неизбежно к вот так называемой сделки с турцией дело в том что уже появилась насколько убедительная пусть судит каждый сам что вот этот вот теракт который произошел о котором мы здесь с которого мы начали эту программу это был некая реакции именно вот на соглашение с турцией согласно которому вроде бы что соглашение собственно текста его никто не видел и говорят что у него есть некий секретный файл этого соглашения который не будет опубликован широко согласно которому турция займет место посредника между израилем и хамасом возможных каких-то не только экстренных переговорах но и на постоянной основе и что это является некой реакции насколько убедительно эта версиями трудно судить но все равно это возвращает нас к вопросу о соглашении с турцией на ваш взгляд я здесь уже много беседовал на эту тему и всем задавал один простой вопрос которым задается в общем-то все израильское общество кто кого больше унизил значит по поводу причины этого теракта ну каждый раз когда такие вещи сообщают я не особо вот верю потому что любой терак даже такой его надо готовить надо найти людей которые готовы будут пожертвовать своим жизнью снабдить их орудием изучить систему охраны аэропорта и так далее поэтому мне кажется более реальные версии а где-то читал что в этот день был двухлетие со дня основания игила то есть они так был некий праздничный фейерверк да праздничный салют это организация больше насчет того кто более кого унизил знать мне абсолютно все равно можно это зависит как говорится зависит от того кого спросить мне кажется соглашение мы должны быть хороших отношениях с турцией несмотря на всю вспыльчивость господина эрдогана и на то что он ведет эту страну в общем-то к исламизации я не верю что мы долго сможем быть с ними в хороших отношениях то что эрдоган на может быть завтра что-то опять придумать и что-то опять у нас с ними там не получится но мы должны прикладывать усилия к тому чтобы налаживать отношения это мощнейшая страна на ближнем востоке которая дружба с ней нам более выгодно чем с ней ругаться это раз во вторых я хочу отметить что это очень редкий на моей памяти случай когда наш премьер-министр в общем-то пошел против общественного мнения потому что есть несколько опросов в газете идет охрану 65 процентов были против договора сурса 35 за было еще несколько опросов где большинство населения против как раз таки из вот таких эмоциональных вещей кто кого унизил к чести в этом вопросе на это не я году это не я бы должна петь что он сделал на мой взгляд правильный шаг и вот в геополитическом плане вопрос к тебе александр вот все говорят в том числе и павел что нам нужно было восстановить добрые отношения с турцией мы были в этом заинтересованы а собственно говоря почему с тех пор как случилось злополучное обмави мармара это был 2010 11 11 но неважно 10 11 6 лет прошло и ничего никак это практически не отразилось на том что мы рассорились турции наоборот судя по официальным данным товарооборот был увеличился намного экспортные импортные связи увеличились все связи как бы хоть пускай тайком не негласно но продолжались в том числе и военные и вот и в сфере безопасности так а что собственно почему вдруг так напекло ну я не знаю ты знаешь честно говоря я все время ждал и ожидал чудо чудо что в конце концов договор не подпишут потому что я не до сих пор не понял зачем мы его подписали может быть вот есть какая-то секретная часть в этом договоре вот есть его прочитающий тогда наконец-то поймешь а вот наверное из-за этого подписали потому что если подписать то что там подписано и везде напечатано это можно было подписать 3-4 года тому назад причем с более как деться лучшими условиями а что получилось так что израиль получил значит во первых мы признали что мы не правы по поводу мари-мармора да мы извинились мы заплатили значит террористам можно компенсировать целый фонд создан 50 20 миллионов долларов туда идет значит турция хотела помогать сектору газа она будет помогать да это будет через аждот чтобы там ну я обнаружили не перед давали но принципе они как бы что хотели они получили по поводу газа нашего тут как раз вот я от меня такое подозрение что одно из главных вот этих движущих сил убили на тонягу было вот решение этого газа и проблемы потому что в израиле на него с этим месторождением газа в общем то выходит боком он с этого пока ничего положительных ничего не получает а тут он ведь ребята да мы турции продадим хотя непонятно по той цене который израиль собирается кому-то продавать газ никто у него не купит потому что сегодня иран и россия и азербайджан готовы продавать два раза дешевле газ турции тем более сейчас россия с турцией как бы пытается наладить отношения или турция с россией то есть тут тоже непонятно то есть что из всего этого комплекса получил израиль я так и не понял значит посредник виде турции это вообще непонятно потому что для меня как бы мы дружить с турками уже не будем будут какие-то отношения но то что было там 20 лет назад или 15 сегодня уже этого не произойдет значит если у нас какие-то противоречия с хамас и надо найти посредника пока не мере он должен быть нейтрален сегодня турция явно поддерживает хамас как же она может быть посредником самое интересное какие были высказывания со стороны хамаса и турции почему турцию хотят взять посредником понимаете египет действующая власть сегодня в египте она против хамаса и поэтому как же они могут быть посредниками поэтому давайте мы будем какой-то нелогическое вот это нелогический вывод с египта на турцию и еще в египте поменялось руководство пришли новые люди это уже не братья мусульмане поменялась какая-то политика мы это видим в турции никто не поменялся как был ордоган он так и остался наоборот власти еще больше усилилась это авторитарное государство которое власть у одного человека как паша правильно сказал сегодня он решил так через неделю через месяц решить может что-то другое у него сейчас проблемы проблемы с евросоюзом проблемы с сирией проблемы со всеми соседями их вот эта идея 0 проблем соседями получилось 100 процентов наоборот со всеми проблемами сегодня пытается это как-то решить что-то с россией что-то с израилем даже некоторые говорят вообще наверное этот тройственный союз как бы обоговорили но что с этого израиль получает я так я не понял я хотел бы я хотел бы добавить еще значит по поводу экономической составляющей как на котором там на первом месте газ мне лично непонятно потому что как наш заявлял премьер-министр у нас есть возможность поставлять газы в турцию и через турцию дальше значит но эрдоган нас мы видимо он рассчитывал это небо на то что у турции плохие отношения с россией и значит и мы как бы заменим россии на рынке газа на следующий день эрдоган выкинул финт и извинился там перед путином или выразил сожаление и теперь налаживается значит по поводу хамаса я хочу напомнить что со времен марморы за последние пять лет нас было две войны операции в секторе газа в четырнадцатом или в двенадцатом году значит если у нас это неизвестно когда это может быть в любой момент как мы знаем через полгода через год и так далее возникнет опять обострение хамас начнет нас опять обстреливать найдя этому какую-то причину тогда я задам тот же вопрос а зачем нам нужна турция как наш посредник с хамасом если результата в этом плане никакого нет но давайте посмотреть давайте посмотрим как будут развиваться отношения вот этого треугольника в котором есть две жирных составляющие хамас турция турция израиль есть какая-то тоненькая там ниточка израиль-хамас вот на этот треугольник надо посмотреть ближайшие там годы после заключения нашего заключения договора с турцией может быть это что-то даст какому-то налаживанию отношений может быть это хамасу даст какое-то развитие промышленности за то чтобы они там строили предприятия вот эту оборудовую установку по прислению воды чтобы им поставляли из порта какие-то стройматериал чтобы они не ходили безработные не знали чем им заняться потому что тогда безработным которым нечего терять легко показать на агрессора искать иди его там режь да и убивай посмотрим как будет развиваться посмотрим действительно на это понадобится как предполагает как минимум год но и не будем забегать вперед дело в том что это международный договор который должен был быть утвержден не только правительством но и израильским парламентом так что дождемся результатов голосования спасибо коллеги всего доброго спасибо 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 спасибо